Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня тему «Авторское право». И обсуждаем мы ее сегодня неспроста, потому что сегодня, 1 августа, вступает в силу так называемый антипиратский закон. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Сразу озвучу гостя и эксперта, который находится у нас в студии, Вадим Колосов, юрист по вопросам интеллектуальной собственности и член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. Вадим, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот, собственно говоря, мне в первую очередь интересно ваше отношение к тому закону, который вступает в силу сегодня. Как вы к этому относитесь? Шаг это вперед или это в том числе возможность для злоупотреблений со стороны, может быть, каких-то не очень порядочных людей? Как вы считаете? Мне кажется, что едва ли можно назвать это действительно хорошим шагом вперед. Безусловно, изменения вносятся достаточно серьезные, но большинство норм этого антипиратского закона больше вызывают вопросов, нежели дают ответов. А ну вот какие, например, по вашему мнению? Прежде всего, закон позволяет блокировать ресурсы, уже требует от хостинг-провайдеров, которые предоставляют место для сайта, предпринимать действия по блокированию нарушающего материала, причем не только самого материала, но и вообще всего сайта целиком. Если же такая блокировка хостинг-провайдерам не осуществляется, то уже блокировка идет на уровне интернет-провайдеров. То есть сайт, он остается в интернете, но пользователи интернета в России не смогут до него добраться. Просто к этому IP добраться. Да. И не только причем к IP-адресу, но и доменному имени. То есть IP-адрес можно достаточно легко и быстро сменить, а вот доменное имя уже действительно оно и в поисковых системах, и узнаваемо. Конечно, учитывая, как прописана процедура, крайне затруднительно определить, что будет делать Мосгорсуд. Мосгорсуд. Вот это, кстати, другой вопрос. А давайте начнем с того, Вадим, извиняюсь, что вас перебило, но дело в том, что далеко, наверное, не все, хотя это много обсуждается в средствах массовой информации, но не все все-таки эту процедуру еще пока знают. Давайте кратко скажем нашим слушателям, каким образом эта процедура вообще происходит. Вот, допустим, я автор, и мое произведение выложено. Допустим, я порядочный человек, потому что тут это важно уточнить. На мой взгляд, свое мнение скажу, что здесь есть, конечно, и уловки различные, для того, чтобы насолить другому, но, допустим, у нас ситуация нормальная. Мой труд некий выложен в интернет, я против. Что я делаю, что я должна сделать, и каким образом это может привести к блокировке? По этому закону вам нужно обратиться в Мосгорсуд, и только в Мосгорсуд. Вот это вызывает некие вопросы, почему именно туда и только туда. Да, любой житель на территории России или любой правообладатель, чьи права нарушены на территории России, обращается именно в Мосгорсуд. После чего Мосгорсуд рассматривает ваше заявление, если устанавливает, что вы подали все достаточные документы, предусмотренные законом, подтверждающие ваше право и подтверждающие факт нарушения, он принимает обеспечительные меры. После чего запускается этот механизм, и государственные органы начинают высылать уведомления хостинг-провайдеру, который после получения этого уведомления должен незамедлительно в течение суток уведомить администратора сайта. И если администратор сайта в течение, опять же, суток не принимает действий по удалению конкретного материала, то хостинг-провайдер обязан, опять же, в течение суток заблокировать ресурс целиком, то есть весь интернет-сайт. И если этого не делает хостинг-провайдер, то этим уже займутся интернет-провайдеры. Сложность вообще всей этой процедуры в том, что закон не прописывает, какими документами должно подтверждаться правообладание и какими документами должно подтверждаться нарушение. То есть в законе используется именно документ, но все-таки антипиратский закон касается фильмов, и как Мосгорсуд будет устанавливать нарушение, если речь идет о фильме. То есть, по идее, он должен был бы просмотреть оригинальный фильм, который подал автор и правообладатель, и фильм, который размещен на сайте, чтобы сравнить как минимум тождественность установить. А по хорошему экспертизу может понадобиться в какой-то ситуации, да? Теоретически. Да, ну и само собой, конечно, Мосгорсуд этого делать не будет, потому что если говорить о каких-то крупных фильмах, то, естественно, они идут по 2 часа. 10 фильмов – это уже как минимум 40 часов работы в сравнении 20 часов оригинала, 20 часов нарушений. Поэтому, возможно, закон пишет, что не доказательства, а документы. Но что имеется в виду под этими документами, непонятно. Возможно, как вы сказали, это действительно должна быть какая-то сторонняя экспертиза, где будет написано, что эксперт просмотрел фильмы на сайте, просмотрел фильмы правообладателя, тождественность установлена. Возможно, так. Ну, на самом деле, вот то, что вы сейчас говорите, я понимаю, что, с одной стороны, идеи-то замечательные, прекрасные, естественно, потому что то, что творится сейчас на просторах сети интернет, ну, ни в какие рамки не уже помещается. Но, с другой стороны, хорошо, если… Сразу задам тот вопрос, который у меня с самого начала крутится на языке. А если я непорядочный, предположим, человек, и я хочу насолить по той или иной причине организации, которая имеет свой сайт интернет? Вот тут просторов действительно много, а главное – последствия действительно серьезные, потому что блокировка по закону четко расписана, буквально там по дням, и ресурс может быть заблокирован там уже в течение трех-пяти дней после того, как вынесено определение суда. А вот обжаловать это определение можно в течение нескольких месяцев. Понятное дело, что для интернета даже неделя отсутствия сайта – это уже практически смерть проекта. И начинается из поисков и все. Да, из поисков, и в принципе потребитель меняет ресурс уже. И, конечно, учитывая, что ресурс, нарушающий видео, может быть размещено, ну, скажем, возьмем социальную сеть ВКонтакте, просто сам недобросовестный правообладатель разместил нарушающий ролик в интернете, причем учитывая, что определение фильма не дано. Это может быть самый простой фильм. Вот я сейчас пошел с камерой по городу, прошелся, снял, разместил эту запись. Давайте в видеорегистратор, например, почему нет. Да, или так, да. Блокбастер на дорогах. Да, вы же проявили творчество, выбирали маршрут. Соответственно, разместят этот ролик, подадут в суд, формально все документы есть, суд, по идее, должен вынести определение об обеспечительных мерах. Дальше по какой-то причине, как это у нас часто бывает, кто-то не уложился в сроки, и, собственно, можно заблокировать весь ресурс на уровне хостинг-провайдера. То есть, грубо говоря, крупные ресурсы, которые не хотят, чтобы у них был заблокирован ресурс, с учетом того, что это банально один день срока, должны ввести, наверное, специальную должность, а в зависимости от крупноты масштаба, может, и штат сотрудников, которые будут заниматься только тем, что отслеживать поступление вот такого рода документов. Чем больше ресурсов, тем больше людей, возможно, захотят какого-то рода такого действия совершить. Правильно я понимаю? А скажите, вот еще такой момент, предусмотрено ли или нет, возвращаясь на предположение, что я порядочный, условно я порядочный человек, и увидела свое произведение на другом сайте, логично не сразу начать собирать документы, бежать проводить экспертизу, или что это еще, логично связаться напрямую. Вот досудебные такого рода процедуры этим законам предусмотрены, ведь есть еще поправки в ГК, которые, ну, они, правда, уже в другом документе нормативном, но сам факт, существует такая процедура или нет? Такую процедуру не прописали, единственное есть, вот, возможно, это, можно сказать, действительно положительный эффект комплекса антипиратских поправок, это введение более точного порядка привлечения к ответственности посредников информационных, которые как раз являются либо интернет-провайдерами, либо хостинг-провайдерами, либо владельцами социальных сетей, форумов и так далее. Это положительный эффект, но даже там они опять не доработали. И, казалось бы, почему не списать процедуру с ведущей страны США, где она давно уже опробирована и на практике, и в закон попала. Расскажите, интересно, как это в других странах, раз мы начали говорить об Америке, то, соответственно, там. Но, прежде всего, там это не решено так однобоко, как у нас. То есть, на мой взгляд, конечно же, это явное лобби производителей российского кино, потому что я, например, не могу себе ответить, почему именно кино, почему фильмы, почему не использованы хотя бы аудиовизуальные произведения, почему не другие объекты музыка, например. То есть, слишком много почему в этом законе, и все действительно однобоко. То есть, по простой жалобе, по небольшим документам блокировать можно целый ресурс и фактически его убить. Как потом подсчитать убытки? Вот еще вопрос, да, например. В принципе, в России убытки, а упущенную выгоду подсчитать – это целая задачка не из простых, мягко говоря, да, и доказать, что она именно такая, что именно 100 рублей или 100 миллиардов, а не рубль, и что она вообще была. Но, тем не менее, вот все-таки как там реализовано? Там не так, как я сказал, однобоко. То есть, если там делается заявление о том, что я действительно правообладатель, то подписывается еще то, что обязуюсь возместить все убытки полные, с этим связанные, понимая уголовную ответственность, которая за этим может посмотреть. Есть уголовная ответственность. Да. То есть, если человек сделает такой ложный, скажем, донос, назовем его юридическим термином, имея в виду в бытовом смысле, то человек изначально подписывает документ, когда мы приходим заявление в полицию писать. Мы пишем, что нас уведомили о том, что за ложный донос существует ответственность, которая, правда, не работает. Но, тем не менее, там тоже существует аналогичная ответственность. Если человек придет, как мы сегодня уже чуть-чуть коснулись, с мыслями не совсем добросовестными, например, то он может быть подвергнут уголовной ответственности не только финансовой в виде убытков. Я хочу сейчас нашим слушателям напомнить, что мы обсуждаем сегодня тему авторское право. Мы сейчас две минуты выслышим новости и вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем тему авторское право. У меня в студии Вадим Колосов, юрист по вопросам интеллектуальной собственности и член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. Вадим, вот до того, как мы выслушали новости, мы говорили с вами о том, как же это реализовано в другой стране. Вы озвучили, что вы полагаете, что у нас сейчас закон, который вступает сегодня в силу, да и в целом комплекс поправок, в том числе в ГК, более-менее однобокиво. Правильно я вас процитировала для наших слушателей? Как же все-таки это в Америке? Мы обсудили, что в Америке человек, даже когда подает эти документы, он тут же дает подписку, что он обязуется возместить убытки, если не будет удовлетворено это заявление, оно будет признано необоснованным, и его уведомляют о возможности уголовной ответственности. Там большие наказания вообще за это. Вот по наказаниям, к сожалению, не смогу сейчас сказать. Но тем не менее существует уголовная ответственность. Да, психологический эффект это явно производит и как минимум требует от жалобщика более серьезной подготовки. То есть он действительно должен во всем убедиться и провести серьезную работу, потому что в Америке ответственность не просто заявляется, там можно быть уверенным, что и убытки защиты привлекут к уголовной ответственности. Но, по крайней мере, хотя бы наличие таких норм в антипиратском нашем законе было бы уместно. Хотя вот я сделала как раз до новостей сравнение такое, с заведом и ложным доносом, которое у нас действительно не работает. То есть люди друг на друга пишут заявление в полицию, оно закончилось постановлением об отказе и возбуждении уголовного дела, и никто никогда, ну я, по крайней мере, не слышала. Я, наверное, думаю, что может есть 1, 2, 3 или какие-то разовые прецеденты по стране. Но по-хорошему не привлекают за это. Может быть, пока что, но писать можно сколько угодно. Но у нас даже норм таких нет. Я правильно поняла? То есть пока не существует. В отношении подобных заявлений не существует. На мой взгляд, вообще, мне кажется, что антипиратский закон следовало вводить несколько иначе, потому что у нас давно существуют обеспечительные меры, как в арбитражном суде, так и в гражданском. В арбитражном суде обеспечительные меры применить. Это нужно очень весомой доводой предъявить суду, почему они должны быть применены. Вот в этом направлении и стоило бы работать. То есть либо разъяснить, либо сделать какое-то официальное заявление, либо даже пусть ввести правки в закон, но касающихся именно тех уже существующего института обеспечительных мер, а не вводить какие-то непонятные предварительно обеспечительные меры, выносимые Мосгорсудом. А я правильно понимаю, что Мосгорсуд будет рассматривать, даже если между двумя компаниями вопрос-то идет в общем и целом. Не только физические лица, как авторы, но есть и правообладатели, которым, например, переданы эти права. Безусловно, и как мне представляется, это как раз и есть в большинстве случаев, потому что правообладатели именно фильмов – это компания. То есть взяли кусок, по сути, подсудности того же арбитражного суда, раз мы об этом заговорили. Да, здесь они поменяли и подведомственность, и подсудность территориальную, в связи с тем, что теперь не по месту ответчика, а в любом случае это в Мосгорсуде. Лично вот у меня возникает вопрос, кто лоббировал и почему Мосгорсуд? Я просто представила себе, что автор, который находится тысяч за 10, например, от Москвы, у нас страна большая, он, по сути, в какой-то ситуации будет либо лишен, например, возможности подать. Мы понимаем все, что можно по почте это все сделать. Банально у меня сейчас по делу уже 18 дней лежит на сортировочном центре апелляционная жалоба. Я просто отслеживаю через русскую почту. Я из Москвы в Москву пересылаю письмо. Я представляю, что если за 10 тысяч километров, то, собственно, мне кажется, что это не очень будет эффективно, по крайней мере, с той почты, которая есть у нас. А тем более поездки на судебные заседания, либо личное участие, либо заранее вынуждает в сторону не участвовать, либо расходы. Да, есть такая проблема. Большие финансовые в том числе. Хорошо. Итак, а все-таки в Америке. Допустим, человек подготовился, он должен это сделать серьезно, потому что иначе он действительно может сам заплатить все убытки, которые есть, плюс еще понести уголовную ответственность. Подал такое заявление. Что там дальше происходит? Там немаловажное отличие заключается в том, что это решается не на государственном уровне, а на уровне как раз-таки провайдеров. То есть в первую очередь действует хостинг-провайдер, и если он не предпринимает меры, то, соответственно, он и будет привлечен к ответственности. Хостинг-провайдер – это тот, грубо говоря, на машине которого лежит вот эта вся информация, да? А если он за границей США находится, то как там они это решают? Или тоже никак? И как это у нас, кстати, будет решено? Мне тоже интересно. У нас это решено тем, что госорган будет уведомлять хостинг-провайдеров на русском и английском языках. Но, тем не менее, понятное дело, что… Они даже отвечать не обязаны. Да. Все равно вообще. То есть это другая юрисдикция, они могут вообще не понять, о чем здесь речь. И это приведет к тому, что тот владелец ресурса, который разместился у заграничного хостинг-провайдера, если сам не успеет отреагировать в те самые сутки, что ему отведены, то он может быть просто отсечен от российского интернета. То есть вот тут уже вступает блокирование доменного имени и блокирование IP-адреса, да? Да, именно интернет-провайдерами. А в Америке как? В Америке все-таки очень хорошо действует вот именно их антипиратский закон в части блокирования хостинг-провайдерами. То есть в связи с тем, что правообладатель сможет привлечь к ответственности хостинг-провайдера, естественно, хостинг-провайдер блокирует сразу. Но при условии, что если его клиент, хостинг-провайдер, то есть владелец ресурса, напишет обратное уведомление, что он гарантирует возместить все убытки, подтверждает, что все-таки размещенный материал это его материал, а не жалобщика, то в таком случае хостинг-провайдер вправе выбрать, как ему поступить. У нас же такого обратного уведомления нет. То есть в любом случае наш владелец ресурса, даже если он уверен в своей правоте, если у него на руках договоры, он все равно должен будет удалить материал, а потом уже в суде доказывать, что это его материал. Что он имел, в принципе, право на его размещение, да, как минимум. Но вот смотрите, все-таки возвращаясь, кстати, Вадим, хотел сначала вернуться в нашу российскую реалию и действительность, а захотелось задать вопрос, не знаю, сможете ответить или нет, мы обсудили Америку, а в других, допустим, европейских или каких-либо других странах, вот знаете эту практику, как это происходит? Да, на уровне Европейского Союза тоже приняты очень похожие поправки с уведомлением. Единственное, насколько я помню, обратного уведомления там нет, но, по крайней мере, есть четкие нормы о том, что если хостинг-провайдер уведомлен или владелец интернет-ресурса, то есть, например, социальной сети уведомлен, то он должен убрать этот материал. Именно владелец или все-таки хостинг-провайдер? Прежде всего владелец. Здесь судится по сайту. То есть, видно, что по сайту это, так сказать, user-generated content, когда у нас пользователи сами создают контент. Ну, как форум, например. Да, форум, доски объявлений, комментарии. То есть, если такое есть, то, конечно, обращаются сначала к владельцу ресурса. Потом уже можно к хостинг-провайдеру. И там тоже, в принципе, эти меры принимаются. Даже Англия, которая не присоединена к этим директивам, она все равно действует примерно по тому же шаблону. И у них на всех сайтах, по крайней мере, более-менее солидных, можно увидеть такой документ, как notice and takedown. То есть, это политика по как раз получению уведомлений и реагированию на эти уведомления. Ну, то есть, человек, как мы на все сайты заходим, у нас это есть и никогда не читаем, откровенно говоря. Я помню, что где-то делали исследование, в какой стране быстрее всего читаются лицензионные соглашения. Это была Россия, что-то порядка пяти секунд, что ли, я не помню, на прочтении нескольких страниц. Но, тем не менее, сам факт. Мы заходим на сайты, на некоторые, я не говорю, что на все, и когда мы там регистрируемся, мы читаем некий документ, в конце должны поставить галочку «Согласен» с правилом пользования. У нас даже, как правило, не нужно их пролистать вниз, а просто правило пользования отдельной ссылкой, чтобы не трудиться, не открывать их. Но это уже тогда становится нашей проблемой, открыли мы или нет. То есть, фактически, там то же самое, но уже изначально при регистрации на ресурс пользователя, если это тот ресурс, который, как вы сказали, создают пользователи наподобие форумов или досок объявлений, пользователь уже принимает эти правила игры. Фактически, он поставлен о них в известность. И все-таки у нас, как вы предполагаете, сегодня этот закон вступает, как вы предполагаете, он будет работать? И будет ли работать? И можно ли это предположить? Если говорить о моем мнении и о том, что этот закон принят в результате серьезного лоббирования, я думаю, он будет работать так, как будет интересно российским правообладателям. Я не могу сказать, плохо это или хорошо. Вероятно, если мы исходим из первоначальной добросовестности правообладателя, и действительно крупные российские правообладатели будут стремиться убирать свои фильмы из интернета при их незаконном размещении, то, наверное, закон достигнет положительной цели. Но при этом он открывает действительно большой простор для недобросовестной конкуренции и устранения как раз этих самых конкурентов. Вот вы сейчас использовали несколько раз, и до этого я несколько раз использовала слово добросовестность. И я вспоминаю, что в принципе сейчас в Гражданский кодекс, отвлекусь на секунду, от авторского права, вводится ряд положений, в том числе по оспариванию сделок, в которых тоже неоднократно используется слово добросовестность. Мы в принципе, в целом, если рассматривать эти поправки как комплекс поправок, а не отдельные акты, понимаем, что у нас сейчас законодатель исходит из позиции, что он хочет защищать добросовестных субъектов в общем и целом. И вы правильно сейчас говорите, возвращаясь к авторскому праву, если у нас заявитель добросовестный, то у него действительно значительная и, на мой взгляд, достаточно сильная защита предоставляется, да, потому что очень короткие сроки, на которые предоставляют возможность самостоятельно среагировать, короткие сроки на удаление контента спорного, и, собственно, потом уже разбирайтесь, чем было на самом деле, имел ли право и так далее. Но мы говорим, что у нас заявитель добросовестный, его защитили. Еще до решения суда, по сути, его уже защитили. Потом это уже некая техника. А если он недобросовестный, вот тут возникает большой-большой вопрос. Не приведет ли это к тому, вот все-таки я вернусь к этому вопросу, что какие-то крупные медиа-контенты, в том числе российские, в результате пострадают? Ну, просто используя вот этот механизм, который сегодня у нас заработал. Нет, я не думаю, что крупные правообладатели пострадают. Они, ну, все-таки будем исходить из того, что будут действительно стремиться защитить свои права. Поэтому здесь не так страшно. Страшнее именно фактические последствия при злоупотреблении тем инструментом, который вводит антиопиратский закон. Я и говорю про фактические последствия. Это же и есть пострадают. Это же не положительный эффект, собственно говоря, на мой взгляд. Другая сторона медали. Правообладатели-то не пострадают, как представляется. Суд все-таки, наверное, дойдет до того, что начнет различать, когда, ну, по крайней мере, по наименованию заявителя, он точно поймет, кто к нему обращается. Если это какой-то Иванов, пытающийся защитить Финн, наверное, к нему будут некие повышенные требования к анализу предоставленных им документов. То есть, по факту, конечно, хочется верить в том, что суд будет правильно применять этот закон и будет стараться усмотреть недобросовестные действия, их пресекать. Тут еще сложно с чем. Несмотря на то, что такие подписки, тем более встречные, как вот вы сейчас нам рассказали про Америку, у нас пока не предусмотрены, но, тем не менее, убытки-то взыскать можно. Есть стандартная ГК, там та же 15-я статья. И если доказать, что повлекли эти действия, причины следственной связи, убытки, доказать теоретический размер, сейчас я даже не обсуждаю саму процедуру и размер, как его доказывать, но на это все могут уйти годы. Если у нас физическое лицо вдобавок подается, него еще физически взыскать, реально получить деньги практически невозможно. Да и юридическое лицо, в зависимости от его наименования, формы собственности, тоже может прекратить свою деятельность к тому моменту, когда такой суд будет закончен. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня авторское право. Мы сейчас выслушаем две минуты новости, вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем тему авторское право. Мы обсуждаем ее сегодня с Вадимом Колосовым, юристом по вопросам интеллектуальной собственности, членом кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. Вадим, а какие еще, наверное, сложности, проблемы, дыры вы видите в законодательстве, которое сегодня вступает в силу и в принципе в комплексе по праву, в том числе ГК, которые уже введены или планируются к введению? На самом деле, мне кажется, что комплекс норм, регулирующих авторское право, у нас действительно на высоком уровне. Чаще возникают проблемы на уровне правоприменения, особенно когда вопросы касаются интернета. И большинство судей, если говорить о судах общей юрисдикции, они, например, вообще не понимают, что такое интернет. Ну, по-моему, сейчас уже понимают, разве нет? Ну, вот буквально не так давно завершил процесс, когда мне приходилось суде первой инстанции объяснять, что такое цифровой фотоаппарат и почему я не могу предоставить негативы. Понятно. Дальше вопросы судей сводились к тому, а как фотография из фотоаппарата попадает в компьютер? Вопрос, откуда я взял компенсацию минимальную в 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав? То есть такое ощущение, что судья даже не знает о существовании четвертой части гражданского кодекса. И это понятно, это, конечно, проблема наших судов и отсутствие, не знаю, курсов повышения квалификации. Естественно, что судья в возрасте 50 лет, которая, возможно, компьютер никогда не включала, ей надо как-то доносить эту информацию. И понятное дело, что тот случай был на нарушении 130 фотографий, авторских прав. То есть нарушитель на своем сайте скопировал в портфолио фотографии моего клиента. Мы просили 4 миллиона 300 тысяч в качестве компенсации, подсчитанной по минимальному стандарту. А судья, увидев эту сумму, сказала, что за баснословная сумма. Нажиться уходите. Нет, она была просто в шоке. Это все, конечно, вызывает сложности, но не потому, что у нас плохой закон, а потому что сталкиваются с конкретными... Качество правоприменения всегда высоко. Да. И в арбитражных судах эта ситуация давно уже начала поправляться, и уже гораздо легче в арбитражных судах защищать права на интеллектуальную собственность, но даже там возникают некоторые недопонимания. Правильно я понимаю. Вот я немножко сейчас вывод сделаю из ваших слов. Возможно, неожиданно, но тем не менее. Если есть какие-то права авторские, которые хотите, интеллектуальные, соответственно, которые хотите защищать, то лучше их перевести на юридическое лицо, для того, чтобы было больше возможностей даже судиться в том же самом арбитраже. Ну, пусть это жестко звучит, но пока у нас сейчас... Не все же касается фильмов в общем и целом. Вот вы сейчас заговорили про фотографии, это не Мосгорсуд, правильно я понимаю, вот по сегодняшнему закону. Да, конечно, там общие правила. Там общие правила, и, соответственно, если претензии будут также к юридическому лицу, это большая часть случаев, то здесь уже пойдет речь о том, чтобы судиться в арбитражном суде соответствующем. Правильно я выражаю? Пока будет практика устаканиваться, и пока судьи будут поднимать квалификацию. На самом деле я уже давно вот с таким выпиющим случаем, как вы сейчас рассказали, не сталкивалась. Последний раз, когда страна предоставляла выписку из банка, судья спросила, что выписка из психиатрической клиники, но это из разряда уже юридического юмора, хотя она действительно не понимала, что такое банковский выписк. Это было совсем странно, потому что это знают уже все и очень давно, но тем не менее, это все бывает, но это действительно какой-то правовой юмор, потому что, мне кажется, сейчас уже, хотя в большей части ориентируюсь, конечно, по Москве и области, но думаю, что это касается и других регионов тоже. В любом случае, можем дать такой совет нашим слушателям? Да, это хорошая идея, конечно. Для того, чтобы у нас права были оформлены, собственно говоря, за юридическим лицом, и оно могло либо ваши интересы представлять в определенном смысле слова, но не как агенты или посредники, или представители, потому что тогда мы пойдем все равно в суд общей юрисдикции, а чтобы подсудность была у нас арбитражного суда. Но тем не менее, хорошо, мы определились с этим моментом, а что еще? Все вам нравится? Вы работаете же, в общем, не только в России, правильно я понимаю? Применяется не только наше законодательство. Как в сравнении это выглядит сегодня и будет выглядеть с введением этих поправок и закона? Ну, в сравнении, с учетом того, что я стараюсь изучать европейское законодательство, европейскую практику, в том числе законодательство и практику Америки, как я сказал, закон у нас неплохой, но вот в плане техническом, в понимании технических явлений, то вообще, как все функционирует в интернете, какие последствия каждого действия, конечно, нельзя сказать, что сходу все понимают, как это происходит в Европе, но все-таки, по моим ощущениям, там происходит это значительно быстрее. И в итоге, допустим, если спор доходит до Европейского суда по правам человека, несколько споров доходили, в том числе по защите товарных знаков в доменных именах, Европейский суд дает очень подробные исследования, и не учитывать их в российской практике это неправильно. А вот вы сейчас затронули тему, а я все-таки, мне кажется, что полезно было бы нашим слушателям, если бы вы пояснили, какую позицию выразила ЕСПЧ, вот как раз по товарным знакам в доменных именах. В Российской Федерации было много споров на эту тему, но относительно много, и были разные решения арбитражных судов. На самом деле, до сих пор можно встретить противоречащие решения с противоречащими друг другу доводами, выраженными арбитражным судом. Даже в рамках одного и того же суда такое можно встретить. Было несколько споров, они касались использования товарных знаков в контекстной рекламе и непосредственно в доменных именах. Важность позиций, которые выражал суд, что да, нужно защищать права на товарные знаки, но нельзя игнорировать и права на доменные имена. То есть суд признал право на доменное имя имущественным правом в смысле конвенции. То есть это действительно имущественное право, которое может передаваться, продаваться и использоваться. В то время как, например, наш суд вплоть до высшего арбитражного говорит, что недостаточно зарегистрировать доменное имя, нужно каким-то образом доказать интерес и право на доменное имя. Ну, допустим, у нас есть ООО «Ромашка», которая зарегистрировала ромашку, я условно, естественно, все совпадения случайны, как обычно говорят, которая занимается, я не знаю, там изготавливает ручки, и товарный знак принадлежит, вот, собственно говоря, в целях изготовления ручек. А я взяла и назвала ромашкой так. И про цветы там пишете. Допустим. Или про цветы пишу, действительно. Эта позиция чаще всего выражается у нас. Правильно я понимаю? А то, что вы сейчас сказали по поводу ИСПЧ, это позиция, которая говорит, ну, если зарегистрировал человек вперед ромашку, это его право тоже. Договаривайтесь с ним, покупайте или что-то в этом роде. Так или нет? Нет, не совсем так. Просто Европейский суд правом человека говорит о том, что нужно более серьезно подходить к интересам владельцев доменных имен. То есть конкретно в том деле, о котором я говорю, там суд признал правильным решение местных немецких судов вплоть до Верховного. Но доводы, которые он высказал, они очень важны, потому что ответчики по этому делу действительно были, скорее всего, киберсквотерами. Они не использовали доменные имена. И с учетом этой совокупности обстоятельств Европейский суд по правам человека согласился, что да, лишить их прав – это правильное решение. Но в наших судах проблема в том, что арбитражные суды, они запрещают, например, создать какой-то фан-сайт. Например, было дело, когда под доменом Warcraft.ru, это известная игра, существовал фан-сайт. Он действительно даже одобрялся несколько лет производителям этой игры. А потом они просто решили этот домен получить и подали в суд. И ответчик не смог защититься. То есть его лишили прав, хотя он много лет действовал, причем под одобрением производителя. Никак никого не выводил в заблуждение. То есть там было крупно написано фан-сайт. На мой взгляд, это не совсем правильная практика. Так же, как и в приведенном примере с «Ромашкой». Если вы будете размещать там информацию, пусть даже не коммерческую о «Ромашках», а придет правообладатель товарного знака «Ромашка», то вы, скорее всего, тоже суд проиграете. В России. Да, в России. Даже если у меня, может быть, я развожу «Ромашки», в конце концов, селекционирую их. Да, то есть в данном случае суды просто по какой-то причине пишут, что ответчик не доказал наличие законного интереса, «Ромашка» – это не его фамилия, товарного знака «Ромашка» у него нет, соответственно, нет и законного интереса. То есть баланс интересов прав владельца доменного имени и владельца товарного знака в России отсутствует. Пока у нас чаще всего в сторону товарного знака поворачиваются. Но тоже, по-моему, не всегда, потому что я встречала разные решения. Не всегда. Это все зависит, конечно, от правовой позиции и упертости представителя-ответчика. То есть, в принципе, можно расшатать, попытаться разрушить общие шаблоны, если они совсем не противоречат высказанной позиции высшим арбитражным судам. На этом мы немного отвлеклись. Тем не менее, напомню нашим слушателям, авторское право мы обсуждаем сегодня с Вадимом Колосовым. И я еще такой вопрос вам хотела задать. Мы обсуждали, что хорошего и, может быть, какие проблемы вы видите в том законодательстве, который и сегодня закон антипиратский, и тот комплекс по праву в Гражданский кодекс, который у нас имеет место быть и планируется в том числе. Я хотела еще вас спросить, а что такое фильм? Мы чуть-чуть коснулись, вы сказали, что я не могу вам описать, что такое фильм, а мне очень хочется спросить. На самом деле, не совсем ясно, что такое фильм, потому что вот этот комплекс по праву не предусматривает определение, в Гражданском кодексе тоже отсутствует. В Гражданском кодексе используется аудиовизуальное произведение. Это, ну, вроде как, уже более понятно. Определение фильма можно найти в подзаконных нормативных актов, но тут вопрос, насколько эти определения могут применяться, потому что, как мы знаем, зачастую в этих законах или подзаконных актах пишется, что определения даются в целях настоящего нормативного акта. То есть, по идее… Примените к другим правоотношениям уже проблематично. Нужно доказывать аналогию. Да, то есть, как-то вот по аналогии, но, опять же, непонятно, что такое фильм, потому что короткометражный фильм, он тоже фильм. А будет ли, например, музыкальный клип к фильмам, неясно. Да тут вопрос не только в музыкальном клипе, а вот действительно мы затронули чуть-чуть эту тему, но пока ещё её не обсуждали, вот только сейчас приступили в нашей программе. Запись видеорегистратора. Вы сказали, что я своё творчество проявила, найдя интересный маршрут для того, чтобы потом его выложить. Ну, в общем, мы сейчас это говорим шутка с долей шутки, но действительно могут быть некие абсурдные такие моменты. То есть, человек идёт с камерой по улице, да, имеет ли он вообще право на съёмку для начала, может ли он это делать. Какие-то люди могут сказать, а я бы не хотел быть в интернете. Я сейчас не говорю о тех поправках, когда можно потребовать убрать информацию, которая не является ложной, но тем не менее порочит человека, да, вот с тем, что у нас сейчас в Гражданском кодексе будет. Но тем не менее сам факт, да, то есть здесь масса переплетается юридических, скажем так, элементов, один из которых выяснить, а в чём творческая составляющая. Человек, который держал в руках камеру или монтировал это, да, используя компьютер, то есть доказать, что это было творчеством. Вот как определить? Одно дело фильм, ну, есть хоть сюжет какой-то, ладно, хоть в чём-то можно понять. Вот аудиовизуальное произведение. Тут аудио не надо доказывать, мы знаем, что такое аудио. Визуальное тоже знаем, вот слово произведение, например, что понимать под произведением? Ну, как вы верно сказали, весь вопрос упирается в доказывание факта творчества, потому что здесь вот тоже важно различать, к сожалению, в большинстве судов не совсем корректно ставится вопрос, то есть начинают исследовать, а творческий ли результат, в то время как закон на самом деле говорит о творческом процессе. И в противном случае, если говорить о творческом результате, то вряд ли бы было бы авторство у «Чёрного квадрата». То есть здесь именно важен процесс и как это создавалось, вне зависимости от ценности произведения в итоге полученного. И вопрос о наличии авторских прав на запись регистратора, это тоже достаточно спорный, потому что большинство юристов наверняка ответит, здесь нет творчества, это просто запись, он ехал. Но с другой стороны, фотографии-то, например, тоже делаются так же. Просто нажал на кнопку. Просто нажал на кнопку, но уже есть внутренний мир, есть видение. То, что человек захотел нажать на кнопку в этот момент, с этого ракурса, это уже говорит о проявлении творчества. И запись видеорегистратора в этом смысле, если хотите назовить это документальным кино, то есть в большинстве случаев документальное кино, что же тогда тоже не относится к объектам авторского права. И с учетом презумпции, что творчество презюмируется, конечно, надо исходить из того, что большинство видеозаписей является фильмом по смыслу того закона, который выступает силу буквально сегодня. Да. Но на самом деле у меня масса вопросов в связи с этим. К вам как раз, Вадим, я просто почему боюсь их все озвучить сразу, потому что у нас буквально 40 секунд до новостей, которые нам обязательно нужно послушать в эфире «Финам.ФМ». Но тем не менее, вопросы, вот допустим, я сейчас отвлекусь от процесса творчества, ради которого, наверное, принимался этот закон, ради тех фильмов, в которых мы все сходимся во мнении, что это фильмы, то есть мы не будем спорить о том, что это творческое произведение. Но вот меня, например, интересует, а бытовая съемка? Вот я дома снимаю свой день рождения, день рождения ребенка или кого-то еще, да, и у меня там запечатлены какие-то люди, которые тоже имеют память в связи с этим событием, да, и где-то его размещают, допустим, как один из вариантов. Или другой вопрос, но озвучу я уже чуть позже, потому что мы сейчас выслушаем новости, через две минуты буквально возвращаемся в эфир и обсуждаем авторское право. Итак, мы обсуждаем сегодня тему «Авторское право». В студию у меня находится Вадим Колосов, юрист по вопросам интеллектуальной собственности, член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. Мы, Вадим, обсуждали вопрос, что же является фильмом, ну, так для простоты понятия, что мы смотрим, ради чего мы ходим в кинотеатр или покупаем это на электронных носителях, за что, по идее, должны платить, и ради чего, в конце концов, как мы предполагаем, сегодняшний, вступающий сегодня в законную силу, антиопиратский закон был создан и принят. И вернемся к неким спорным все-таки моментам, потому что, ну, вот бытовая съемка, да, я держу камеру, но на этой камере, ну, предположим, детский праздник, говорю сейчас первое, что приходит в голову, на этой камере не только мой ребенок, там и другие дети, и другие взрослые, кто имеет право на этот фильм, могут ли они также выложить в интернет и поделиться праздником, так можно дойти до абсурда, но, к сожалению, абсурдные ситуации тоже, да, встречаются. И можно ли это называть фильмом, допустим, вот как вы считаете? Ну, как мы обсудили в предыдущей части передачи, я бы сказал, что практически все фильм изначально, если не доказано иное, это, собственно, установлено нашим законом, который презюмирует факт творчества. В приведенных примерах возникает сразу несколько вопросов, то есть, как вы отметили, это лица попадают в кадр, собственно, у них есть право на изображение, если они не давали согласия на использование, то, по идее, дальше вот эту бытовую съемку можно использовать только для себя в качестве просмотра. Выложить ее, например, в социальную сеть уже достаточно сомнительная возможность в связи с тем, что не дано право на использование изображения. Более того, тут можно говорить о неком вмешательстве в частную жизнь, то есть, если пришли друзья домой... Ну, это не общественное место. Да, это не общественное место, они вправе рассчитывать на некую приватность, даже в общественном месте можно рассчитывать на некую приватность, о чем говорят те же случаи, рассматриваемые Европейским судом правом человека, когда звезды, например, приходят в ресторан, но не устраивают из этого эпатаж, а сидят тихо, неприметно в каком-нибудь уголочке, и тогда Европейский суд правом человека признает за ними право на частную жизнь, и нельзя тут фотографа взять и сделать снимок, как они поцеловались, то есть, это вмешательство в частную жизнь, не говоря о том, что по нашему закону еще вот вступает в силу 152, точнее... Ну, и вторая в действие вступает очень странно, потому что она говорит, что если имеет... Я сейчас дословную формулировку не помню, но смысл заключает, что если имеет общественную значимость, да, и говорят о том, что, ну, если вы выбрали такую работу, то вы должны быть привычны к тому, что вами интересуются там те же папарацци, к примеру, да, то есть вот это вот некий элемент общественной значимости, а дальше доказывая, певец имеет общественную значимость или нет. Ну, конечно, фанатам интересно знать, да, с кем он ужинает, допустим. Она обычно трактуется как некие политические фигуры или поиск преступника, то есть все-таки певца в данных ситуациях едва ли можно отнести к общественной значимости. Тут, если говорить о правильном изображении, есть более серьезная проблема, не разрешенная пока законом, точнее она разрешена, но, видимо, не так, как нравится большинству. Это, например, если мы заказываем фотосъемку, там свадебные фотографы очень часто случили, просто пришли с ребенком в фотостудию, и вы вроде заплатили там 5, 10, 15 тысяч за фотографии, а потом оказывается, что использовать вы их не можете, и это действительно так. А потом оказывается, что ваши фотографии висят в интернете, и их использует сама, ну, автор, кто в портфолио, и все на них смотрят, а вы хотели приватности. А что вы здесь посоветоваете? Я думаю, что только договор, наверное, да? Да, других путей нету, и на самом деле некоторые, или даже, может быть, можно уже сказать, многие, по крайней мере, добросовестные фотографы договоры подписывают, и там оговариваются, какие права они передают. Но на самом деле на практике очень много до сих пор обращений и вопросов, а как же быть? Действительно, допустим, наш ребенок вывешен в портфолио, мы этого не хотим. Но в данном случае можно посоветовать только защищать право на изображение. Но при этом и вы вывесить свою фотосессию свадебную в ВКонтакте или вообще в интернете не можете, потому что... Если вы вывесили уже, и он может здесь спокойно. Да, и причем... В открытом доступе. Не то, что даже в открытом доступе. Тут проблема другая. Вы не получили авторских прав по письменному договору, да? И получается, что фотограф формально может с вас взыскать примерно по 20-30 тысяч минимально за каждую фотографию. Это очень существенная сумма. А скажите, вот из того, что мы сейчас с вами обсудили, два вовод домашний. Ну, я немножко утрирую все примеры, но тем не менее понятнее нашим слушателям становится, о чем идет речь. Домашние съемки детского праздника. Это что получается? Что для того, чтобы ни с кем не поссориться, всех гостей на входе, нужно брать бумажку, написать яхо, Иванов Иван Иванович, да, согласен на видеосъемку, использование и так далее. То есть некую фразу, ну, это бред, но тем не менее, либо вынимать, что вы выложите потом это фото или видео с праздника, поделитесь со своими друзьями в той же социальной сети, и другой человек совершенно спокойно может сказать, что нет, я этого не хочу, и начнутся те процедуры, о которых мы сегодня говорим, особенно если это видео. Правильно? А вот второй момент тогда у меня возникает. Он, как говорят в фильмах, основан на реальных событиях. Он действительно основан на реальных событиях, и речь идет о той видеосъемке, которая осуществляется, ну, допустим, в процессе интервью, или в данном случае, вот мы с вами беседуем, и тоже записывается видео, которое наши слушатели потом, точнее, читатели финам.фм увидят и смогут посмотреть архив программы и, собственно, увидеть вас в данной ситуации. Вот, а какова здесь ситуация? Является ли это фильмом? Хотя я понимаю из того, что вы говорите, что, наверное, это все-таки является фильмом, а уж потом доказывай обратное, да, у нас есть презумпция. Является ли это фильмом? Кто имеет право на этот фильм? Например, та видеосъемка, которая сейчас осуществляется во время нашей своей беседы. Ну, и, собственно говоря, можно ли применять вот те процедуры, которые сегодня вступают в действие, в отношении вот такого рода? Ведь очень часто интервью тоже проводится с видеосъемкой, даже если оно впоследствии в бумажном только варианте где-то публикуется и так далее. Вот кто имеет право на это? Здесь вопрос, будет ли творчество? На мой взгляд, творчество будет, потому что ведущий готовится к программе, он продумывает примерное направление беседы, какие вопросы будут задаваться. У ведущего, как правило, есть все-таки творческий договор, да, не кинус, который определяет права, а вот гость программы. Соответственно, в вашем примере, наверное, правообладателем будет радиостанция, да, средства массовой информации. Но правообладатель, который создает фильм, он должен убедиться, что все права соблюдены, то есть со всеми участниками творческими, как авторами, так и исполнителями, если они имеются, заключить письменный договор. Поэтому, строго говоря... Как у нас гости пришли на детский праздник, правильно я понимаю, да, и написали, что они согласны сниматься на видео, и, собственно говоря, ну, согласны или не согласны на размещение там в социальных сетях или что-то в этом роде. Также, собственно, вы говорите и о гостях или о людях, которые интервьюируются в какую-то конкретную программу, да, то есть здесь лучше всего защищать в данном случае радиостанцию или... Здесь тем более лучше перестраховываться, потому что все-таки это уже не бытовая съемка, это профессиональные участники рынка, и, конечно, получать согласие на использование изображения стоит. И здесь сразу второй момент. Если я, например, исполняю творческое произведение, то у меня есть еще и смежные права, и на них тоже нужно получать согласие на использование моих смежных прав. И можно ставить вопрос о том, является ли речь в прямом эфире, например, результатом творчества. На мой взгляд, опять же, да, потому что у нас нету обязательной формы там письменной, и, соответственно, если я говорю, это я уже проявляю творчество, и зачастую эксперты, они могут по речи установить некий стиль и определить авторство. В любом случае, вот сегодня я слушаю вас, да, и понимаю, что, с одной стороны, закон, который принят сегодня, антипиратский, с одной стороны, это действительно большое благо, наверное, для нашей страны, может быть, и надо было рубануть с плеча, откровенно говоря. Потому что у меня, то, что я читаю и вижу, вот это вот именно слова рубануть с плеча, по-другому пока никак. И то, что вы сегодня рассказываете, очень интересно, и про другие страны в том числе. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, это только первый шаг, и еще будет у нас все возможно меняться, потому что правоприменительная практика так или иначе обязательно скажет свое слово. Как это будет применяться, какие лазейки кем будут использоваться, как можно будет и нужно ли будет кому-то насолить. Я просто сейчас аналогию делаю такую, как миноритарные акционеры, которые обладают там условно одной акцией или каким-то очень маленьким процентом, могут большой компании при наличии определенных навыков кипучей энергии и знаний правовых создать большие проблемы, которые, конечно же, компания может разрешить, но у нее тоже на это должна уйти кипучая энергия, что нередко миноритарные акционеры используют для достижения каких-то своих целей. И вот, смотря на закон, который вступает сегодня, я, тем не менее, понимаю, что, возможно, это не будет иметь каждодневного применения, скажем, постоянные какие-то мошеннические или недобросовестные действия в его использовании возможно и не будут производиться, но возможность такую, извиняюсь за тавтологию, в разных смыслах использовала одно и то же слово, все-таки закон предоставляет, предоставляет и юридическим, и физическим лицам. Из тех советов, давайте, у нас осталось буквально две минуты программы. Самое главное, я запомнила, что права лучше передавать и держать на юридическом лице, для того, чтобы судиться в арбитражном суде, по крайней мере, сейчас, пока практика не устаканилась. Кроме всего прочего, все свои взаимоотношения с творческими, может быть, людьми, или где хотя бы речь идет об аудиовизуальном произведении, подкреплять все-таки неким письменным документом, если вы хотите сделать фотосессию, обязательно заключите соответствующий договор, не просто заключите, но и прочитайте, что там написано. А самое главное, прочитать нужно, ну, мы просто не обсуждаем сегодня там финансовые взаимоотношения, допустим, да, но прочитать, кому будут принадлежать на эти фотографии, как использовать их фотограф. То же самое, если у вас видеосъемка на свадьбу, например, точно так же заказывают видеосъемку, это вообще подходит прямой под сегодняшнюю нашу беседу. Что еще посоветуете буквально кратко, Вадим, для наших слушателей? Ну, наверное, для пользователей и владельцев ресурсов в интернете это готовиться к этому закону и не только, наверное, к этому, а и к его расширению, потому что уже есть официальное заявление, что защита прав на фильм это лишь пробный камень, а потом хотят распространить аналогичные нормы и на другие произведения. И на самом деле, наверное, позитивный эффект от этого будет, потому что действительно очень много пиратских ресурсов и их доходы действительно впечатляют, особенно если это ресурсы посещаемые. То есть, понятно, мотивы принятия. Будем надеяться, что в отношении этого закона правоприменения будет несколько более прогрессивным и правильным. А что будет с торрентами? Торрент — это, я думаю, целая отдельная тема в связи с тем, что и технически непросто это реализовать и найти источник. Пока будут жить временно. Наверное, заблокировать торрент технически это крайне затруднительно, но, возможно, тут уже совет правообладателям все-таки учитывать тенденции интернета. Считать свои ресурсы, смотреть и реализовывать те возможности, которые предоставляет закон, вступивший сегодня в силу. У меня в студии был Вадим Колосов. Мы разговаривали о вопросах авторского права. Я напоминаю нашим слушателям, что каждый четверг с 11 до 12 часов «Формула права» в эфире. Слушайте нас, возвращайтесь и оставайтесь на волнах радиофинам. Спасибо. Спасибо.